Йоу, друзья мои, всем привет и добро пожаловать в My Child Lebensborn. В прошлой серии произошло нечто ужасное, если вы пропустили предыдущую серию, то советую глянуть, потому что я была просто в шоке в очередной раз. Но вроде как Карин помирилась с Лив. Сегодня Лив не сможет поиграть со мной. Угу, помирились и уже не можем вместе поиграть. Она гуляет с другими друзьями, а мы с ней тайные подруги. Так что, зато мы с тобой можем поиграть. Правильно, давай поиграем, только сначала нужно что сделать? Пойти позавтракать. Ложечка раз и ложечка. В смысле ложечка? Давай поиграем в прятки, пойду прятаться. Ааа, покушать! Но вот почему меня никто никогда не слушает? Надо пойти покушать. Тут я ее не вижу, я так понимаю, что она либо здесь спряталась, я тебя вижу. А вот и я. А ты умеешь искать. Пойдем все-таки, наверное, с тобой сейчас погуляем. Мы же можем пойти погулять? Можем. Посмотрим, что у нас тут есть интересного в лесу. В лесу ничего. Поэтому мы можем пойти поиграть с корабликом. Давай-ка поиграем. Мы же не зря его делали. Ух ты! Мне понравилось играть с корабликом. Ммм, и что теперь? О, я кое-что придумала. Хочу порисовать. Идем. Надо было, наверное, рыбку немножко половить. Ааа, пойдем рисовать. Рисовать. Ну? Котик. Мы будем с вами котика рисовать. Может, она животное хочет домашнее. Помните, у нас было сообщение про кота? Мы с Лив вчера собирали ягоды. Можем приготовить из них что-нибудь вкусное. Пойдем готовить. Мы с вами любим готовить. Молодцы, девочки. Я очень надеюсь, что Лив ее не обидит. Я прям очень надеюсь. Как вкусно выглядит. Потому что если Лив опять ее придаст, ну... Не знаю, как на это все реагировать. Давайте мы предложим сейчас два бутерброда. Так, раз. Сегодня было очень весело. Пока мы с тобой вместе, нам никто не нужен. Завтра в школу. Как-нибудь переживу. Так, и давай еще. Подожди-ка, я хотела еще один бутерброд. Спать хочется. Ням-ням. А вот надо было, наверное, конечно, желательно помыться. Ну ладно. Ложись спадки. Можешь почитать мне любимую сказку? Давайте почитаем. Потому что мы ей не читали пару дней. Насколько я помню. Мне кажется, что правильно было бы почитать. Меня очень радует, что она вроде как счастлива. Ну, то есть я вижу по мишке, что у нее все хорошо. Ложимся отдыхать. Так, 9 июня, понедельник. День тяжелый. Сегодня я пойду в школу. Больше в школу не вернешься. Давайте спросим. Точно? Наверное. Взрослые ненавидят меня и ставят мне плохие отметки. Но я хочу учиться. Если я останусь дома, не смогу стать умной, как все. Будь начеку, будь осторожна. Понимаю, будь осторожна. Угу. Как здорово, что вы союзственного, друзья. Держись от Лив подальше. А Лив не будет тебя в школе избегать? Наверное. Посмотрим. Но мы не сможем играть вместе. Ведь тогда и секрета никакого не будет. Письмо? Или опять газета? Газета, понятное дело. Письмо будет? Нет. Почту принесли. Пойдем, наверное, помоемся. Нужно обязательно помыться. Моемся, моемся, моемся. Ну и теперь пойдем кушать. У нас есть ложечка кашки. И мы можем предложить ей бутерброд с грибами. Бутерброд. Надо будет сегодня сходить в магазин и что-то прикупить. Так, все. Отправляемся. Ты идешь сюда, а мы идем сюда. Задерживаться я не думаю, что есть смысл. Мне кажется, что не надо. Идем домой. А у нас нет такого варианта. Раз, два. Мы с вами говорили об апельсинах в прошлой серии. Но у нас тут даже апельсинов-то толком нет. Я могу разве что джем купить. Давайте раз и давайте два. Семьдесят пять. Ну пусть будет семьдесят пять. А у нас что-то еще с вами было дома? Я уже не помню. Привет. Как прошел день? Так здорово, что мы с Лив-подруги. Может займемся чем-нибудь вместе? Порисуем прятки. Можем погулять? Ура. А кто мордашку хочет умыть? Умываемся. Все чудесно. Пойдем гулять. Идем сюда. Идем сюда. Вот сюда. Посмотрим. Может быть что-то в лесу у нас есть? Почему ничего нет в лесу? Тогда идем к реке. Пойдем ловить рыбку. Может быть нам что-то удастся сейчас поймать? Ну-ка. Может быть хоть что-то... Ботинок. Неинтересно. На рыбку не похоже. Давай тогда еще попробуем поймать. Ну вот сейчас можно мне рыбку? Так, подожди, не туда. Можно мне сейчас рыбку, пожалуйста? Рыбка. Прекрасно. Мы сегодня вечером с вами будем готовить. Рыбка у нас. Уже поздно. Вдруг на нас нападет речной монстр. Думаю, нам пора домой. Зато было весело. Пойдем. Пойдем, пойдем. Угу. Ложимся спать? Правильно. Правильно. Идем отдыхать. И я пойду готовить рыбку. Мы с Лив общались с тайными записочками на уроке. О чем вы разговаривали? Давайте мы не будем из-за этого ее ругать. Она написала мне привет. И я ответила ей привет. Было весело. Ну, вас могут наказать. Извини, мы больше так не будем. Ну, мы же хотим как лучше. Уже поздно. Прости, дорогая. Мы пойдем с вами готовить. Надо приготовить. У нас есть рыбка. Все чудненько. И теперь надо идти отдыхать. Мне интересно, когда придет письмо от отца нашей малышки. А вот и я. Доброе утро. Письмо. Да ладно. Господин Сульхейм. Мы не позволим бездельникам и невеждам опорочить репутацию школы Фергер. Странно. Карин будет оставаться после уроков. Может, это научит ее не пропускать занятия. Пропускать занятия? Это мне письмо? А что там написано? Будешь оставаться после урока, потому что долго не ходила. Ну, скажем, что ты была дома. Теперь у меня еще больше домашних заданий. Надо делать в школе. Тебе придется... Ну да, нужно будет делать в школе. Ох, я не хочу оставаться в школе. Да я бы тоже не хотела, чтобы она оставалась в школе. Но жалко, что мы как-то не написали... Хотя, подождите. Мы же собирались написать записку о том, что как бы она приболела. Плохо дело. Кушай, кушай. И давай, наверное, я тебе еще рыбку предложу. Так, рыбка. И у нас остается, кстати, один что ли бутерброд или два? По-моему, два. Я же покупала с сыром. И я покупала с колбаской. То есть у нас как раз еще на вечер есть продукты. Так, а может, пойдем переоденемся? Мы в одном и том же ходим. Давайте мы и возьмем... А вот это платьице. Переодеваемся. Все. Нам пора. Покажи, на что ты способна. Постараюсь. Идем сюда, сюда, ты сюда, а мы идем сюда. Ну, не знаю, не знаю. Надеюсь, что все будет в порядке. Задержаться. Нет, идем домой. Я хочу продукты купить. Апельсинов у нас нет, поэтому берем раз-два. И мне кажется, пока что, наверное, нам хватит. Идем домой. Карин нет дома. Ну, я так пробегаюсь. Слушайте, а я не могу выйти ее поискать? А, ну да, ее нет. Надо было и нам задержаться. Давайте тогда пока что почитаем, что у нас тут есть. Надеюсь, она не ночью придет. Со вторника цена на яйца повысится на 50 крон. На 0,5 крон. Новая цена на отборные яйца будет 5, а на обычные 4,50. Аналогичным образом вырастут цены в магазинах. Сильнее всего повышение цен скажется на жизнь в бедных районах. Я же говорила, что у нас будет повышение цен, скорее всего. Поэтому... О! Было неловко оставаться после уроков. Кроме меня там был всего один ученик. И господин Сольхейм. Мы сидели в полной тишине. Было одновременно и страшно, и скучно. Не волнуйся о том, как это выглядело. Ты разобралась в том, что пропустила? Ты разобралась в том, что пропустила? Наверное. Я не так уж сильно отстала. Хорошо. Пойдем перекусим. У нас есть бутербродик для тебя. Кушаем бутерброд. В смысле? Кушаем бутерброд. Ну и сейчас я хочу, чтобы ты съела что-то уже поздно. Давайте ложечку кашки. А вот утром надо будет, наверное, пойти помыться. Хотя я бы, наверное, отправила ее сейчас умыться. Может, у нас гигиена не так сильно упадет утром. Пойдем отдыхать. Так, погладим. Настроение у нас уже лучше. Все чудесно. Все, ложись, пожалуйста. Можешь почитать нелюбимую сказку? Хорошо. Давайте почитаем. Здорово, спасибо. Кстати, можно было бы, конечно, задержаться. Но опять. Мне кажется, что если бы мы задержались, то она могла бы сказать, я и так задержалась. Я надеялась, что я приду домой. А тебя дома нет. В общем, не хотелось бы, конечно. Я-то поймаю, что сегодня у нас повышение цен. Привет. Привет, я уже встала. Пойдем тогда помоемся. Мне кажется, надо помыться обязательно. И затем пойдем кушать. Раз. Надо будет сегодня продукты купить. Ням-ням. Мне пора. До скорого. Учись хорошо. И смотри, ничего не забудь. Ага. Раз, два. Ты идешь сюда, а мы идем сюда. Задерживаться-то я не знаю. Можно, конечно, сегодня задержаться. Но нам нельзя это сделать. Зайдем сюда. Давайте купим что-то, что можно приготовить. Раз. 65. Видите, яйца в цене подросли. Можем взять. Мы взяли это. И давайте... А давайте два блюда. И я бы хотела кашки взять. Все. Мы купили. Можем пойти... Ой-ой-ой. Ну да, Карин нет дома. Настроение-то у нее ужасное. Пойдем приготовим. Она придет голодная. И мы как раз сможем ее накормить. Я дома. Не люблю так долго оставаться в школе. Пойдем покушаем, хорошая моя. Смотри, что у меня для тебя есть. У меня для тебя есть вот такая вкуснятина. Ну, я надеюсь, что это вкуснятина. Так. А погладить? У нее поднимается настроение? Прошу, не трогай меня. Ой-ой. Расскажи, что случилось? Ничего. Ничего от меня не скрывай. Я же сказала, все в порядке. Отстань. Упс. Ладно. Спокойной ночи. Плохо дело. Так, пойдем еще приготовим. Надо будет еще продуктов, наверное, прикупить. Я так понимаю, что она три дня, по-моему, отсутствовала в школе. Поэтому ей нужно будет три дня. Наверное, сегодня еще раз она задержится. Ну, я не знаю. Но все равно мы можем купить продукты. Четверг. Доброе утро. Пойдем умываться. Письмо. Газет, как обычно. И больше нет. Почта, почта. Пойдем умоемся. Я надеюсь, что это последний день, когда она на этих занятиях. Мы ее не можем трогать. Не трогай меня, пожалуйста. Не знаю, ребят. Грустно как-то выходит. Так. Может быть, все-таки мячик поиграем не хочешь? Поиграем немножечко перед занятиями. Ну, хоть немножко настроение улучшилось. Мне сегодня совсем не хочется идти. Постарайся не вешать нос. Хорошо. Пойдем. Так, ты сюда. Мы идем сюда. Купим еще продукты для готовки. Да, она, видимо, сегодня опять остается. Нет. Идем домой. Мы можем с вами еще прикупить. Раз, два. И давайте-ка, может быть, прикупим что? Ну, кашку, как обычно. Все. У нас есть деньги. Это чудесно. Карин нет дома. Мы знаем. Настроение, ребят. Вы видите ее настроение? Просто ужасно. Лишь бы они ее не довели. Я дома. Господин Сольхейм плохой. Пойдем покушаем. Ложечку кашки. И хотелось бы, конечно, тебе... Хочу кроватку. Давай еще ложечку кашки. Она, наверное, опять попробует ее не трогать. Нет. Мне неприятно. Ну что, нам надо было ее оставлять? Доброй ночи. Мы же не могли ее оставлять. Нет, ну можно было, конечно, остать. Но я не знаю, чем бы это нам грозило. Может, мы и неправильно сделали, что мы сказали, чтобы она шла. Хотелось бы, чтобы она, конечно, воспринимала это не враждебно. А понимала, что мы ей желаем добра. Пятница, тринадцатая. Привет. Надо пойти искупаться. Я не хочу купаться. В смысле? Почему? Не буду мыться. Что случилось? Все в порядке. Просто не хочу сейчас мыться. Пойдем переоденемся. Позже помоюсь. А если мы переоденемся, то одежда же будет, ну, у нее чистая, я надеюсь. Да. Фух. Фух. Это уже хорошо умыться. Повысим гигиену. Так. И давай-ка пойдем покушаем. Только не говори, что ты кушать не хочешь. Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Так. Раз. И давай-ка мы еще два. Гладить мы ее не можем, поэтому надо идти на занятия. Это последний раз, когда она идет? Или уже не? Или еще она будет там сеять? Ну, она же три раза задержалась. Ну, то есть дома была. Давайте еще прикупим. Раз, два. Все, за пятьдесят. Отлично. Пусть у нас будет побольше этого. Ее опять нет дома. То есть мы будем комбинировать бутерброды и вот этот вот супчик. Я дома. Пойдем покушаем. Мне не нравится новый учитель. Я скучаю по господину Бергу. Да я понимаю. Давайте супчик. У нас как раз есть три ложечки. Спать. Скоро уже спать. Перестань гладить ее. Она не хочет, чтобы мы ее читали. Да, завтра. У нас почта вроде бы какая-то приходила, да? Да. Давайте почитаем, что у нас здесь. Ребята, сложно. В Берлине становится спокойнее. Советские военные и полиция Восточной Германии покинули все четыре оспариваемые зоны возле границ сектора оккупации. Теперь напряжение в городе спадает. Гражданские снова могут свободно передвигаться между Восточным и Западным Берлином. К великому облегчению всех пострадавших в конфликте. Хорошо. Пойдем тогда отдыхать. Суббота, наконец-то! Наконец-то! Она сможет никуда не идти. Ой-ой. Почему ты еще не встал? Доброе утро, милая. Все хорошо? Да. Все хорошо. Одежда. Вижу. Видишь? Я встала. Мне не очень нравится ее настрой. Вообще не нравится. Давайте мы ее переоденем. Что у нас тут есть за наряд? Давай вот в этот. Вы получили новый материал для создания. Ну да. Гладить? Ну я не знаю, можем ли мы ее погладить. Я не голодная. Ты не хочешь есть? Я не голодная. Без еды у тебя не будет сил. Могу. Не хочу я есть. Точно? Ладно. Не хочешь, чтобы я ее гладила? Ну не надо. Давай поиграем. Мне разонравилось играть. Пойдем вместе. Тебя что-то беспокоит. Расскажи мне. Все в порядке. Я просто не люблю играть. Я же вижу, что что-то стряслось. Все в порядке. Оставь меня в покое. Пойдем готовить. Ей вроде бы нравилось готовить с нами. Тебе уже пора? Ну, справишься без меня? Хорошо. Отдохни, порисуй. Порисуй. Хорошо. Мы придем домой и что-то вкусное принесем. Я скоро вернусь? Ладно, удачи на работе. Мы обязательно что-нибудь вкусное сейчас купим. Давайте что-то... Супчик у нас вроде есть в запасе. Домой. Давайте возьмем 45, 80, 45. Давайте приготовим. По-моему, это же у нас тортик, да? Я бы хотела взять, раз у нас завтра воскресенье. Правильно? Я немного порисую. Тебе помочь? Не надо, все нормально. Пойдем тогда приготовим тортик. По-моему, это же тортик, да? Да, у нас есть тортик теперь. Что такое? Хочешь покушать? Смотри, какая вкуснятина у меня для тебя есть. Очень вкусно. Ничего себе, сколько у нас еды, ребят. Подождите, а где торт? Подождите, я же приготовила торт. Я не хочу есть. Не хочу играть. А мыться идем? Не хочу мыться. Мы хотя бы ее мыть можем. Давайте прическу поменяем. Косичку такую. Спать. Злобный монстр-преподаватель. Тебе грустно? Да, мне грустно. Извини. Расскажешь мне, что случилось? Он сказал, чтобы я молчала. О чем ты говоришь? Я иду спать. Доброй ночи. Она, может быть, какое-то слово сказала, мне кажется. Мы можем, кстати, заняться ее одеждой. Может быть, она что-то уже успела сказать? Я уже думаю. И поэтому к ней прицепились. Не знаю, ребят. Не знаю. Я не знаю, что у нас будет дальше. Как-то все хуже и хуже. Будем сегодня кушать? Не знаю. Пожалуйста, поешь ради меня? Ладно. Только ради тебя. Пойдем умоемся. А мыться ты сегодня будешь? Не хочешь искупаться? Пойдем кушать. Еда. Подождите, а тортика у нас так и нет? А почему? Либо у нас... Подожди. Тогда давай мы тебе сейчас бутерброд попробуем предложить. Может, он просто не помещается у нас здесь в списке? Давай какашки. Извини, что расстроила тебя. Кто тебя обидел? Расскажи, пожалуйста. Ой. Что такое? Что он уже сделал? Ничего не случилось. Все хорошо, правда. Можешь рассказать мне, когда захочешь. Обещаю, не буду сердиться. Да. Давайте так и скажем. Хорошо. Я бы хотела, чтобы она нам доверяла. Ничего не случилось. Все хорошо. Я не буду тебя расстраивать. Так дело же не в расстройстве. Чем ты хочешь заняться? Все хочешь, можем поиграть с мячиком. Новая запись. Давай пойдем поиграем. А ложечку кашки? Ты не кушала несколько дней. Давай еще ложечку. Вот, умница. Пойдем играть тогда. С мячиком. Мне кажется, что-то действительно либо она сказала, либо он ей сказал на этих дополнительных занятиях. Так, может пойдем искупаемся? Не хочу мыться. Ладно. Давай попробуем ради меня. Ну что? Ладно. Я постараюсь. Пойдем искупаемся. Ты не мылась несколько дней. Пойдем теперь, может, погуляем? Да. Можем в лес сходить и пособираем, может быть, какие-то грибочки. Чудненько. И можем ягодки. Я люблю грибы. Мы с тобой обязательно их сейчас приготовим. Пойдем готовить. А я думала, ягод нам сегодня не видать. А можем пойти поиграть с корабликом, кстати. Может быть, и настроение он сможет поднять. Здорово. Мне понравилось играть с корабликом. Уже поздно. Вдруг на нас нападет речной монстр. Пора домой. Зато было весело. Так, хорошо. Наверное. Пойдем-ка мы с тобой, наверное. Спать хочется. Отдыхать. Было бы здорово послушать сказку. Слишком поздно. Пойдем лучше грибы приготовим. Пойдем готовить. У нас есть и грибочки, и ягодки. Это чудесно. Но куда делся торт? У меня вопрос. Может, я так его... Да нет, я его приготовила, ребят. Ну как такое может быть? А что, у нас письмо пришло? Давайте проверим. Понедельник. Доброе утро. У нас нет писем? Я пошла в школу. Нет уж, ты остаешься дома. Не думаю, что тебе следует туда возвращаться. Не хочешь поостаться дома, можем поиграть. Давайте скажем, что тебе не стоит. О чем ты? Я не могу пропустить школу. Они на меня разозлятся. А как же школа? Да и мой учитель. Мы придумаем, как отсюда уехать. Пусть лучше волнуется о том, что я с ними сделаю. Мы придумаем, как отсюда уехать. Останешься дома, пока я что-нибудь не придумаю. Вот. Точно? Да. Теперь все будет хорошо. Хорошо. Значит, я больше не увижу господина Сольхейма. Точно тебе не придется с ним видеться, тебе больше ничего делать не придется. Давайте мы скажем, что не придется с ним видеться. Хорошо. Я останусь. Если нужно. С ним ей точно. То есть мы не обещаем ей, что она не будет ходить в школу. Это будет, мне кажется, неправильно. Подожди, у нас только грибы. Серьезно? Ребят, мы же готовили тортик, или я его не приготовила? Бред какой-то. Я точно готовила торт? Мы же ей его не дали. Куда пропал торт? У меня украли торт. Пойдем искупаемся, наверное. Разве ты не хочешь проверить почту? Ладно. Давай пойдем проверим почту. Газета. И что? Письмо. О! Пойдем, ребята, проверим письмо. Так. Хорошая моя. Смотри, сколько почты. Пойдем проверим. Умываемся. И идем проверять почту. Письмо, наверное. Да, 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 да. От отца же. Мне очень жаль, что у Карин возникли проблемы. Я могу отправить вам деньги, которые оставили ей мои родители. За это вы должны пообещать мне, что никогда не приедете сюда и не будете требовать элементы. Моя новая семья не знает о ребенке. И моя жена никогда не должна о нем услышать. Так, отец готов помочь. Вы можете переехать. Да ладно! Президент Трумэн заявил, что США почти завершили постройку своего первого атомного судна. Означает ли это начало новой эпохи Соединенных Штатов? Увидим ли мы в США самолеты, электростанции и корабли, работающие на атомной энергии? Время покажет. Так, давайте смотреть. Что стряслось? Рассказать ей надо. Что-то случилось в школе? Ты бы хотела отсюда уехать навсегда. Мы переезжаем. Мы можем уехать в другое место. Правда? Ну, как? Мы отправимся на поезде в замечательное место. У нас появилась возможность уехать отсюда в место получше. Давайте скажем, что отец прислал. Ой, значит, у нас будет новый дом. Далеко от школы. А как же, Лив? Сможете писать друг другу, я научу тебя это весело. Не надо с ней общаться, лучше просто уехать. Давайте скажем про письма. Письма. Хорошо, я буду писать ей каждый день. Я буду скучать по Лив. Эм, так мы и правда уезжаем. Да. Поиграй, а я соберу вещи. Я тоже хочу собираться. Я пошла собираться. Не хочу оставлять здесь мой мячик. Мы берем тебя с собой, мячик. Берем. Не бойся, мы едем туда, где будет безопасно. В моей комнате тоже много вещей. Надо предупредить всех моих игрушек, чтобы они не волновались. Не бойся, лисенок, мы берем тебя с собой. Ой, мы едем туда, где будет безопасно. Ой, кто запачкался? Ого, у нас так много вещей, да? Ну, мы собрались. А кушать будем? Мы ведь не взяли с собой еду. А помыться? Надо срочно пойти искупаться и покушать, и искупаться. Бегом, бегом. Мы переезжаем на новое место. Знаю, я должна радоваться. Прости, все из-за меня. Ты все, ради чего я живу. В этом виновата живущие здесь, и не ты. Ты не виновата. Вокруг всегда будут встречаться нехорошие люди. Ты не виновата, да. Наверное, так будет лучше. Пойдем кушать. Нужно скушать то, что у нас с вами сейчас есть. А у нас есть супчик. Уже поздно. Хорошо? Пойдем спать. Мы правда завтра уезжаем. Да, я увезу подальше тебя от ужасных людей. Туда, где к нам будут лучше относиться. Да. Мы переезжаем к моему новому папе. Мы едем в другое место. Пока что нет. Нет, мы едем в другое. Я не очень хочу ей говорить. Ох, тогда... А куда мы едем? Подальше, благодаря твоему отцу, мы сможем уехать отсюда, пока не знаю, куда именно. Туда, где тебе понравится. Прошу, не оставляй меня одну. Мы всегда будем вместе, не переживай. Хорошо. Знаешь, завтра приезжает король. Я хотела его увидеть. На королей смотреть интересно, но ехать в поезде еще веселее. Ну, давайте скажем последний. Мне кажется, грубовато первый. Мне нравятся поезда, но король ведь настоящий герой. Мы можем спрятаться в лесу и посмотреть на него оттуда. А нас никто не заметит. Да ладно. Хорошо. Правда? Ну, хочет посмотреть девочка. Ладно. Надеюсь, там нас никто не увидит. Я тоже надеюсь. Спокойной ночи. Так. Готовить нам больше нечего. В дневник у нас новая запись добавлена. А, мы, кстати, можем с вами... Я не могу готовить? Написать заявление об увольнении. Ой, пардон. Так. Давайте мы с вами не все открыли. Старая фабричная дорога. Написать. Хочу официально заявить о своем увольнении. Спасибо, что дали мне возможность у вас поработать. Ваша фабрика была одним из немногих мест, где ко мне относились участием и добротой. Мы уезжаем из города в поисках более доброжелательного места, где сможет вырасти Карин. Всего вам хорошего. Так. Это мы сделали. Здесь мы все листали. Давайте посмотрим. Последняя капля. Прости меня, моя главная задача защищать тебя, но все бестолку. Учитель издевался. Ну что б такое, теперь ты даже не дашь мне себя обнять. Мы отсюда уезжаем. Ты же знаешь, что твой отец передал нам кое-какое наследство, твоих бабушке и дедушке. Прости, но не все так просто. Он попросил, чтобы ты никогда не приезжала к нему или твоим братьям в Германии. Его жена о тебе не знает, и он хочет, чтобы все оставалось как есть. А еще мне пришлось пообещать, что ни я, ни твоя мать не будем претендовать на пособие для ребенка. Только в этом случае он пришлет деньги. Мне жаль, что ты не увидишься со своими братьями. Но нам срочно нужно уезжать. Надеюсь, ты простишь меня и сможешь понять мои решения. Все, мы идем спать. Надеюсь, что я не совершаю ошибку, и мы разрешаем пойти посмотреть на короля. Но это не обернется чем-то плохим. Надо поспешить, а то не увидим короля. Смотреть из лесу безопаснее всего. Давайте в лес. Я немного волнуюсь, но ты ведь меня защитишь. А покушать? Давай, у нас как раз грибочки остались. Пойдем. Пойдем в лес. Сюда. Злополучное место. Смотри, отсюда, с опушки все видно. Здесь безопасно. Самое место для таких троллей, как я. Это они тролли, а не ты. Не называй себя так. Ты самый лучший, самый добрый человек. Ну, некоторые люди тоже хорошие. Например, Лив и даже Оли. Они меня не обижали. Сейчас мне уже почти восемь. А я как маленькая думала, что в школе будет интересно. Поверила тебе, что там будет здорово. Ну, я ошиблась. Тебе вообще приходило в голову, что там будет так плохо? Не думала, что будет так плохо. Ну, совсем плохо. У меня были сомнения... Да, вот, вот, правильный ответ. У меня были сомнения, но хотелось надеяться на лучшее. Ох, и мне хотелось. Очень хотелось. До того, как пойти в школу, я хотела больше общаться с людьми. Завести много друзей, чтобы с ними играть. Но почти все дети и взрослые плохие. Тебе хотелось, чтобы я доверяла людям. Но теперь у меня вряд ли получится. Даже господин Берг ушел. Может, Лив можно верить. Я верю тебе. Я всегда могу тебе доверять. Тебе удалось узнать о моих родителях. И выполнить обещание. Но мне почему-то кажется, что ты что-то от меня скрываешь. Скоро уезжаем. То, что мы скрываем, мы покажем в дневнике и потом. Не хочу сюда возвращаться. Никогда! Мы ведь едем туда, где будет лучше. Не думаю, что в этой стране у нас получится стать своими. Мы никогда не сдадимся. Людям придется нас принять. Просто нам очень не везло. Мы найдем место получше. Да. Улыбнись миру, и он улыбнется в ответ. Мы справимся. Мне все еще страшно. Тебя почти никогда не было дома. Одной было страшно. Надеюсь, мы приедем туда, где нам будет хватать еды. Мне придется больше работать, но я смогу нас обеспечить. Может, денег у нас немного, но я всегда буду рядом. Давайте скажем, денег немного, но я буду рядом. Ладно. Ой, он приехал, я их слышу. Идем, посмотрим. Я вижу короля. Вон он. Вот бы можно было подойти ближе. Они на нас разозлятся, особенно на меня. Все его любят. Теперь я хочу уйти. Пойдем, Карин. Вы с Карин перебрались в другую губернию Норвегии в надежде на лучшую жизнь. Что произошло дальше, мы не знаем. Возможно, вам повезло, и детство Карин было счастливым. Если нет, история повторится. Судьбы многих таких детей сложились ужасно. Большинство утратило любую веру в людей, в Бога и в норвежское правительство. Тувелайла. Мать меня била. Отчим издевался надо мной и однажды попытался задушить. Тогда я убежала к хорошим соседям. Они видели, что жилось мне не сладко и решили меня защитить. Торлейф. У меня была мама. Правда, когда она выходила замуж второй раз, ей пришлось на время меня отдать в приют. Но закончилось все хорошо. Герда. Мое детство было очень трудным. Я рано поняла, что нужно бежать из Норвегии и от преследовавшего меня там осуждения. Йоран. Все выжившие счастливчики. Большинству повезло намного меньше. У меня была двоюродная бабка, чудесная женщина. Такую бы каждому ребенку. Спасибо, что подарили этому ребенку веру. Очень тяжелая игра, ребят. Мне очень понравилось. Было трудно играть, честно скажу. Трудные были моменты. Я очень надеюсь, что вам тоже было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. И я очень надеюсь, что, возможно, кто-то из вас понял мысль, которую мы пытались здесь раскрыть, донести, что иногда нужно быть более добрым, более хорошим, более терпеливым, более терпимым. И если кто-то от вас отличается, то неплохо. Если этот человек вам ничего не сделал, то не повод его гнобить, над ним издеваться. И действительно, людям бывает сложно в новом месте. И им нужна поддержка. Я благодарна вам за то, что вы посмотрели. Мне будет очень важно узнать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта игра. Мне она очень понравилась. Хоть она и была трудной, но... мне понравилась. Я надеюсь, что, может быть, мы найдем что-то еще подобное, интересное. И мы обязательно пройдем с вами такую игру. Ну а пока что, надеюсь, что вы поддержите ролик лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные проекты. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok